Раскол между городскими и сельскими избирателями – ключевой показатель в избирательной политике США. Города, поддерживающие демократов и сельские районы, отдающие предпочтение республиканцам – это не новость. Но с 2000 года этот разрыв значительно увеличился. Что стоит за этой тенденцией и почему она так важна? Ответ на эти вопросы частично лежит в сфере экономики, хотя тут задействованы и культурные факторы. Разделение между городскими и сельскими избирателями в американской политике усугубилось в последние годы, что имеет значительные последствия для избирательных стратегий и результатов выборов. Этот разрыв существовал и раньше, но в последние годы он стал более заметным. Республиканская партия особенно успешно использовала разрыв. Она часто проводила кампании, в которых изображала горожан радикальными леваками, подчеркивая, что сельские жители консервативны, религиозны и крепко связаны с землей. Лозунг «Сделаем Америку снова великой» сыграл на глубоком недовольстве сельских жителей мультикультурными горожанами и мигрантами. Но это представление возникло за десятилетия до прихода Дональда Трампа. Еще со времен Гражданской войны городские избиратели в целом чаще голосуют за демократов, а сельские жители за республиканцев. Некогда сторонники демократической партии жили на юге страны и были заняты в агробизнесе, а сторонники республиканцев на промышленном севере. Сегодня демократы обычно живут в районах с более высокой плотностью населения – 1197 человек на квадратный километр. Для среднестатистического республиканца этот показатель составляет 585 человек на квадратный километр. За последние два десятилетия разрыв увеличился. В 2000 году, по данным исследовательского центра Пью, в сельских районах кандидаты республиканцев набирали в среднем на 6% больше голосов, чем демократы. К 2010 году разрыв составлял уже 13%. На промежуточных выборах 2022 года две трети американцев, живших в сельской местности, поддержали республиканцев – 63% против 34%. А в городах ситуация была противоположной. В 2022 году две трети горожан проголосовали за кандидатов-демократов – 64% против 33%. Городская жизнь означает более частый контакт с культурным разнообразием и социальными проблемами, тогда как сельская жизнь связана с более традиционными ценностями – религиозностью и самостоятельностью. Этот разрыв отчасти связан с идентичностью американцев и возник задолго до Трампа. Он умело этим воспользовался. Даже если учитывать корреляцию на расовую и гендерную принадлежность и уровень образования, избиратель в сельской местности все равно с большей вероятностью будет идентифицировать себя в качестве республиканца, а не демократа. Трамп сумел сохранить поддержку чернокожего населения сельских округов на выборах 2020 года, даже когда потерял поддержку белого рабочего населения городских агломераций. Экономическая ситуация в сельской Америке, особенно на юге, хуже, чем в целом по стране. Медианный доход горожанина превышает доход сельского жителя – 59 970 долларов против 44 020 долларов. В городах также ниже уровень бедности – 14,3% против 17,2%. Это приводит к тому, что по мере того, как молодые люди из сельской Америки уезжают в города в поисках работы, в сельских округах увеличивается доля жителей старше 65 лет. Также было высказано мнение, что в менее населенных районах, где люди имеют более сильные локальные и социальные связи, они с большей вероятностью лично знают своих соседей, и тем больше давление на социальное соответствие местным политическим нормам. Благодаря коллегии выборщиков, избиратели из малонаселенных сельских штатов по-прежнему оказывают несоразмерно большее влияние на результат президентских выборов, чем избиратели из урбанизированных густонаселенных штатов. Однако стратегия Трампа по противопоставлению сельских избирателей горожанам, вероятно, будет приносить все меньше результатов, поскольку города растут быстрее. С 2010 по 2020 годы численность городского населения увеличилась на 6,4% и теперь составляет 80% населения страны. В восьми городах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами, Хьюстоне, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне – живет больше людей, чем во всех сельских округах вместе взятых. Это означает, что демократы могут преодолеть разрыв в голосах в 2024 году, если сумеют хотя бы на несколько процентов повысить явку избирателей в ключевых городах колеблющихся штатов, таких как Феникс и Филадельфия. Демографический сдвиг населения США в сторону городов означает, что республиканцам потребуется увеличить явку в сельских округах, чтобы нейтрализировать эту стратегию демократов. Однако у республиканцев есть двойное преимущество – они более популярны в сельских сообществах на фоне таких культурных проблем, как отношение к абортам. Опросы показывают, что несмотря на то, что вице-президент Камала Харрис в целом более популярна в стране, Трампу доверяют больше в опросах экономики и миграции. Это означает, что демократическая партия сталкивается с дилеммой – либо оттолкнуть свою прогрессивную городскую базу, обращаясь к консервативным запросам сельских избирателей, либо сделать ставку на важные для горожан темы, такие как доступное жилье и контроль за оружием. Это лишь усилит представление, что они не заботятся о сельской Америке.